Всем привет, с вами Фуза и вы на канале Pinball Russia. Сегодня будет обзор пинбола Юрский парк, так что заваривайте чай и кофе, берите всякие вкусняшки, погнали! Этот пинбол был выпущен компанией Stern Pinball в 2019 году. Над созданием этого пинбола работал геймдизайнер Кейт Элвин, и этот пинбол находится на второй строчке лучших пинболов по версии Pinside. Хотя, в принципе, на первом находится Godzilla, и как бы тут разница не очень большая. Я могу сказать, что этот пинбол реально очень крутой, и сегодня в ролике я расскажу вам, почему это действительно так. Как всегда, начинаем обзор пинбола с корпуса автомата и вообще с графического оформления. Ну, на самом деле, мне очень нравится, как он визуально выглядит, что по оформлению на поле, что по оформлению на корпусе. Везде мультяшная анимация, красивые динозавры, сбоку, слева и справа очень круто все выглядит, поэтому наклеечки красивые. Теперь давайте поговорим немножко о поле, и я расскажу вам, в чем разница между Pro и Premium Edition. У нас, кстати, Premium, премиальное издание. Оно немножко более нарядное, чем Pro, но сейчас я вам расскажу, в чем разница. Значит, первое отличие это в том, что в прошлой версии голова Терекса будет статичная. Здесь, в этой версии, она умеет двигаться и по горизонтали, и по вертикали, у нее открывается рот, она может схватывать шарик во время игры, выплевывать его, выставлять какое-то другое место на поле. В общем, она там своими делами занимается. С одной стороны, это прикольно и выглядит достаточно динамично, но иногда это подбешивает, когда особенно Терекс не успевает захватить шарик, который нужно попасть ему, который нужно закинуть ему в рот. Вот, еще какие нюансы. Вот здесь вот есть вертолетная площадка на поле, и в премиум издании у этой вертолетной площадки есть физический винт, который вращается шариком. Выглядит достаточно прикольно, не могу сказать, что это прямо киллер фича, но пойдет. Вот здесь вот у нас находится большая такая клетка с рапторами, и она отличается от прошлой версии в том плане, что, во-первых, здесь фигурка раптора есть, которая двигается вот таким вот образом, и здесь есть специальная моторизированная заслонка, которая открывается, за ней можно блокировать шарик. В Pro-версии это более скромно все выглядит. Еще одна прикольная фишка, которую оценят фанаты франшизы Юрский парк, здесь поп-бампера выполнены в цвете такого янтаря, и в этих янтарных крышечках находятся комары. Теперь давайте я выскажу свое мнение на тему того, что лучше брать, Pro-либо премиум. На самом деле, вот конкретно в этом пинболе, для меня лично, может быть, это, конечно, такое очень субъективное мнение, но для меня лично разницы нет, что брать премиум, что брать прошлую версию. Потому что в целом на восприятие геймплея это никак не влияет, но для тех, кто любит эту франшизу, прям, ну, премиум будет понаряднее, поэтому если есть деньги, то лучше брать премиум. Но, в принципе, прошлая версия абсолютно ничем не хуже. Теперь давайте поговорим про геймплей этого пинбола, и на самом деле это, наверное, один из лучших пинболов, в который я играл. Потрясающий геймплей, но есть один маленький нюанс. Это достаточно сложный пинбол, для профессионалов даже сложный, новичкам будет очень сложно привыкнуть к этой диаметрии, но при всем при этом потрясающий геймплей. Давайте теперь я вам расскажу про геймплей на этом пинболе. Давайте теперь поговорим про правила этого пинбола. Они, на самом деле, очень легко воспринимаются, но пройти его достаточно сложно. Значит, игра начинается с того, что вы появляетесь на острове Нублар, при помощи вертолета прилетаете туда и появляетесь на главных воротах. Дальше вам нужно пройти весь остров через динозавров, поскольку начинается хаос, и там нужно спасать персонал и ловить динозавров, которые от вас будут убегать и уничтожать персонал. Таким образом, при помощи вот этой вот машинки, которая у вас здесь, вы можете менять навигацию по карте и передвигаться по карте, выбирая себе более простой путь, либо более сложный. Ваша задача дойти до Visitor Center, и там будет одно из мини-визорд-модов, которое так и называется – Visitor Center. Но, помимо всего прочего, вам нужно еще пройти Secure Controller Room и Музей Майхом. Если вы проходите все эти три задания, открываете их, то вы сможете поиграть в задание, которое называется Escape Nooblar, и вам уже нужно будет в обратном порядке уехать с острова. То есть вам нужно будет пройти всю карту назад в течение трех шаров и попытаться улететь с этого острова. Если у вас получится это сделать, то вы пройдете всю игру. Но, кстати, есть тут прикольный бонус. Если вы проходите все задания Visitor Center, Музей Майхом, Secure Control Room и проходите Escape Nooblar, то тогда вы получаете специальное бонусное задание, которое называется When Dinosaur's Rules Earths. Это специальный, лимитированный по времени режим, который открывается только настоящим профессионалам, которые могут пройти весь этот пинбол от начала и до конца. Один очень важный нюанс. Когда вы проходите карту острова Nooblar, чем сложнее путь вы выбираете, тем более высокие награды и более высокие перки вы получаете в процессе прохождения игры. То есть это очень влияет на финальное количество очков, которые вы получите в конце игры. Давайте теперь поговорим о том, какие аксессуары можно поставить на этот пинбол. И первое, что я рекомендую ставить, это вибромотор, вне зависимости от версии ProEto либо Premium, потому что рых динозавра будет очень круто сочетаться с потряхиванием этого пинбола. В общем, это прямо must-have, который я рекомендую ставить на этот пинбол-автомат. Второй нюанс. Можно поставить внутренние наклейки на левую и правую сторону внутри аппарата. Они оформлены в стиле корпуса и поля этого пинбола. Ну и самая крутая киллер-фича, которая, наверное, понравится всем фанатам франшизы, это то, что вот эту вот ручку можно заменить на специальную кастомную ручку, которая выглядит в виде куска янтаря с застывшим комаром, и она еще очень круто подсвечивается снизу. Как и во всех современных пинболах, здесь можно играть кооператив, можно играть 2х1, 3х1, 1х1, играть финальное задание тренировать, и можно послушать музыку из этого пинбола. Если вы хотите приобрести себе такой аппарат домой, на дачу, в офис, куда хотите, то заходите на сайт pinballdefisrussia.ru, там вы можете выбрать пинболы после нашей реставрации, можете выбрать новые пинболы, можете что-то под заказ заказать. Так что связывайтесь с нами, мы поможем сделать вам правильный выбор. Вот такой вот у нас ролик-обзор получился. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете, понравилось, не понравилось. Ну а мы как-нибудь поиграем в этот пинбол в формате живого стрима. В общем, всем спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока!